Огромный привет всем тем, кто меня смотрит. Меня зовут Юля. Сегодня я продолжаю рубрику на своем канале, которая называется «Ответы на письма подписчиков». И сегодня я получила письмо от девушки, которая интересуется темой воспитания детей. И звучит письмо следующим образом. «Добрый день, Юля. Давно думала написать, но никак не могла. Сильно я, наверное, скромная. У меня просьба. Сними, пожалуйста, видео о воспитании детей. Я много перечитала о различных методах, но не могу все сложить в кучу. Как лучше воспитывать, как ругать, что можно разрешать. Моему чаду всего лишь годик. Твой сынок вроде бы постарше. Поделись опытом воспитания совсем маленьких деток. Заранее спасибо». Ну что ж, поговорим на тему воспитания детей. Да, действительно, моему ребенку уже больше, чем год. Ему уже 2 года и 8 месяцев. Я не могу сказать, что я какая-то суперопытная мама в плане воспитания детей, но могу поделиться своим опытом. Может быть, действительно будет полезно это. И начну я, наверное, с такой фразы о том, что не бывает уникальной книги, уникальной методики по воспитанию детей. И очень классно, если вы прочитали много литературы, это вам только плюс. Но действительно, собрать все в кучу очень сложно. Нужно постараться выбрать из каждой книги то, что подходит именно вам. Нужно постараться из опыта ваших родителей, может быть, еще из своего личного опыта, выбрать тот метод воспитания, который вам кажется наиболее приемлемым. Если говорить обо мне, то я буду сегодня приводить конкретные примеры на конкретных манипуляциях детей, на конкретных ситуациях бытовых, как у меня было и что я при этом старалась делать. Если говорить про литературу, я читала не очень много литературы, но из той, что я читала в последнее время, касаемо воспитания детей, и мне понравилась эта книга «После трех уже поздно» «Масару и Бука». И здесь, в этой книге, она очень тоненькая. Говорится о том, что после трех лет, якобы, уже воспитывать ребенка поздно. Вашему котик, вашей девочке. Поэтому у вас еще есть два года запаса. Могу вам даже зачитать небольшой отрывок, почему именно так, почему «После трех уже поздно». Потому что здесь сказано, что мозг человека формируется следующим образом. Когда связи между клетками формируются наиболее активно, это период от рождения до трех лет. В это время зарождается 70-80% таких связей. И по мере того, как они развиваются, возрастают и возможности мозга. Уже в первые шесть месяцев после рождения мозг достигает 50% своего взрослого потенциала. А к трем годам – 80%. Конечно, это не значит, что мозг ребенка после трех лет перестает развиваться. К трем годам в основном созревает задняя часть мозга. А уже к четырем годам этот сложный процесс включается та его часть, которая называется лобные доли. Я не буду вам зачитывать всю книгу, но суть такова, что очень много моментов, нюансов воспитания детей необходимо сделать до трех лет. Хотя по другим методикам, наоборот, детей стараются до трех лет вообще не трогать, не воспитывать и так далее. То есть у всех разная теория. У меня она такова, что есть моменты, когда ребенок познает мир, есть моменты, когда ребенок вылазит на голову. Так вот, их нужно пытаться найти и понять, где и что. Привожу обычные примеры жизни. Например, ребенок разлил воду на стол, начинает елозить пальцами, разлил кашу, начинает все это вымазывать на себе, начинает включать-выключатель, пробовать розетку, тянет на себя чашку, которая может с чаши разбиться, упасть, тянет на себя елку, которую я, кстати, уже достала, и она уже потрепанная конкретно, тянет на себя елку и пытается ее поиграться, но в итоге она может завалиться. Не хочет кушать, не хочет одеваться, капризничает. Разные есть моменты. Если вы видите и знаете, что эти моменты связаны с познанием мира, то есть ребенок пробует воду на ощупь, пробует кашу, какая она по консистенции, у него срабатывает мелкая моторика, все, он чувствует через кончики пальцев. Если он смотрит, что вода течет, а там, не знаю, тарелка не течет, а передвигается по поверхности, чашка точно так же, и тарелка может разбиться, а каша не разбивается, выключатель включает свет и так далее. То есть он познает мир, ему запрещать это делать, я считаю, не стоит, но нужно акцентировать внимание на том, что это неправильно, ну, например, он разлил кашу, поелозил, вы дали ему возможность пощупать, вы дали ему возможность потрогать это все, понять, что оно липкое, оно жидкое, затем берете тряпку, при нем вытираете и говорите, что ай-яй-яй, каша там разлилась, давай ее вытрем. По моему ребенку сужу, он после того, как я проделываю такие манипуляции, уже где-то год и 6 месяцев, уже сам брал тряпку и помогал, пытался вытирать. То есть ему нравится процесс помогать, нравится процесс вытирать, он понимает, что уже потом, что нельзя разливать кашу. Когда уже изучил ребенок этот момент, дальше ему уже это не так интересно. Например, он тянет чашку со стола, и вы знаете, что она может разбиться. Запрещать ему, да, но так, чтобы это не выглядело как запрет, вы просто подстраховываете и даете понять, что чашка тяжелая, она может разбиться. А в тот момент, когда у вас что-то реально разбилось, а я уверена, что когда ребенку годик, то это по-любому что-то разобьется, вы просто показываете этот предмет и говорите, ай-яй-яй, посмотри, разбилось, при нем идете, показываете, выбрасываете в мусор, делаете огорченное лицо и говорите о том, что как плохо, теперь это все уже не рабочее, мы это должны выкинуть. Я сужу вот даже по своему ребенку, он неосознанно недавно наступил на одну из, на один из шариков елочной игрушки, раздавил, даже не заметил. Когда я ему показала этот шарик, который раздавленный, и понесла в мусорник, он действительно огорчился, он действительно понял, что это чревато и игрушки легко бьются. Если говорить, например, про, не знаю, розетки-выключатели, я уже показывала вам видео, в котором демонстрировала, какую мы сделали развивающую доску для ребенка, где поместили выключатели, розетки, чтобы ребенок мог клацать вдоволь. Конечно, это не спасает, ему все равно интересно клацать обычные выключатели, но я уже знаю, что он в курсе, что это такое, я уже знаю, что он знает, как это работает, и тут я уже могу ему запрещать и говорить, что не играйся выключателем, нельзя этого делать и конкретно что-то запрещать, когда я знаю, что он уже это все прошел, и он уже знает весь механизм в действии. Если касается что-то еды, очень часто родители ругаются на детей, когда дело доходит до того, что они не хотят кушать. Я считаю, что причина, почему ребенок не хочет кушать, их довольно-таки много, и в основном все они от детей особо не зависят. Например, ребенок не хочет кушать, потому что родители очень часто ему дают различные перекусы. Булочки, печеньки, конфетки, бананы, яблочки, соки. И между завтраком и обедом настолько много, например, этих перекусов, что ребенок уже в обед просто не хочет есть. У него не такой огромный желудок, как вам кажется, и он просто может перебить аппетит чем-то сладким. Суп ему уже кажется не такой вкусный, как булочка или конфетка, каша тем более. И в этом плане нужно винить родителей, потому что если вы хотите, чтобы ребенок завтракал, обедал и ужинал по расписанию, старайтесь в промежутках перекусы или устраивать легкие и в определенное время, или не устраивать так, чтобы он успел проголодаться. Если это не зависит от перекусов, а просто у ребенка нарушен обмен веществ, например, после отравления понижена или повышена кислотность, то вам необходимо понять, что вам нужно дать ребенку, например, какую-то минеральную водичку или яблочный сок для поднятия щелочного баланса, или нужно какие-то пропить, возможно, витамины, чтобы у него появился аппетит, потому что ребенок растет, и в любом случае, если у него нет аппетита, то для этого есть какая-то причина, которую вы должны выявить, а не винить ребенка, что он такой капризный. Если вы не нарушили до одного года, а если вашей девочке один год, если вы не нарушили вкусовые рецепторы, и для нее она не знает, что такое конфеты, и она не знает, что такое там булочки, а вы исключительно ее кормите или грудью, или докармливаете кашами, докармливаете супами, то у нее не нарушен вкусовой баланс, не пересоленная еда, для нее вся эта еда будет вкусная, и она, по идее, должна будет нормально на нее реагировать. И, конечно, есть то, что дети любят больше, что любят меньше, у каждого это все индивидуально, но если не нарушать ребенку вкусовые рецепторы, дети будут нормально кушать и нормально питаться и в годик, и в два, и в три. В любой ситуации нужен индивидуальный подход. Если вы видите, что ребенок чего-то не хочет делать, например, не хочет убирать свои игрушки, не хочет складывать вещи, это уже, наверное, вам постарше, когда ребенок будет, это я так наперед говорю, то проследите, что вы делаете. Бывает очень часто, что мамы требуют от детей порядка в игрушках, в то время, как у них дома, в их комнате, на их косметическом столике разбросана косметика, разбросана одежда, белье там висит, не поглаженное кучей, в сумке вывалено там еще что-то, куча предметов, а они в то время хотят, чтобы дети себя нормально вели и делали порядок. Ребенок видит, что у мамы беспорядок, видит, что у папы беспорядок, почему он должен держаться порядка. Или наоборот, если ребенок видит, что у родителей все чисто, сложено по полочкам и идеальный порядок, как минимум он будет понимать, что вы от него требуете. Не нужно думать, что дети этого не замечают. И поэтому, прежде всего, воспитание детей зависит от того, как вы сами себя воспитываете. Если вы организованный человек, если вы правильно питаетесь, если вы следите за порядком в доме, если вы не кричите, не ругаетесь при ребенке, если у вас спокойный темп речи, если вы рассудительная, то и дети будут это все от вас впитывать, как губки. Я замечаю по своим знакомым, что очень часто дети уже в таком возрасте, даже один-два года, у них даже интонация уже такая, как у их родителей. Они уже даже с таким темпом говорят, с такими какими-то словечками. Они все от родителей впитывают, все перебирают. Поэтому, если вы хотите, чтобы ребенок вас радовал, вы должны подумать, а как вы себя ведете, посмотреть на себя со стороны. Представьте, что у вас в доме установлена камера, которая следит за вами. И какой вы подаете пример ребенку? Часто ли вы громко разговариваете с кем-то по телефону на повышенных тонах? Часто ли вы ругаетесь между собой? Ну, я имею в виду родителей. Часто ли вы разбрасываете вещи? Часто ли вы при ребенке едите какую-то неполезную еду? И так далее. Поэтому не воспитывайте детей, воспитывайте себя. Эта фраза как бы всем известная. Но, опять же таки, если вам хочется какого-то руководства, просто пробуйте применять те моменты, что вам понравились, например, в каких-то книгах в жизни. Если у вас оно пошло, то почему бы и нет? Сейчас очень много классных книг, которые действительно, ну, скажем так, уже на шаг вперед от того, что делали наши родители, бабушки. И это правильно. Мир не стоит на месте, все развивается. Нельзя воспитывать детей по тем канонам, которые были раньше. Я надеюсь, что это видео хоть немножечко помогло вам в ваших вопросах ко мне. Если нет, то дополнительно в комментариях напишите, что вам было интересно еще от меня узнать. Я вам обязательно в комментариях отвечу. И под этим видео в комментариях вы можете также писать мне вопросы для следующих видео. Если вы хотите, чтобы это было анонимно, то пишите в мою группу ВКонтакте на любые жизненные темы письма. Я постараюсь в этой рубрике вам о них, вам донести свои мысли на этот счет. Спасибо, что провели эти минутки со мной. Если вы не успели еще подписаться на мой канал, то нажимайте на большой кружочек с моей фотографией, подписывайтесь, и переходите, смотрите другие мои видео. А мы с вами встретимся в следующих выпусках. До скорых встреч. Всем пока-пока.